Порыв трубы в 117 квартале 18 февраля привел к затоплению двора, территории школы МВД, улиц Мичурина и Строителей. Полицейским пришлось перекрыть автомобильные дороги. Водители в торопях перегоняли припаркованные машины на безопасные места. Высокий уровень воды парализовал движение и на тротуарах. Пешеходы с риском передвигались по высоким сугробам. Одно неверное движение и человек падал в воду, промокая насквозь. Ребенок упал в воду! Подошла женщина к автопатрулю и сообщила, что якобы ребенок тонет Мичурина Строителей на перекрестке. После чего я сразу прибыл на место, вышел с автомашины и пошел по сугробам через воду к ребенку. Ребенка взял и начал его вытаскивать с воды. По сугробам начал его тащить, так как снег провалился, под снегом вода была. Я его посадил на спину. На спину взял его и начал себя везти к автопатрульной машине. Я считаю, что ничего геройского я не сделал. На моем месте поступил бы каждый гражданин или сотрудник полиции. Спас бы человека в трудную минуту. Авария на трубопроводе произошла в послеобеденное время. Наводнение достигло пика как раз в момент возвращения детей со школы, а взрослых с работы. Пройти к домам 117-го квартала было попросту невозможно. Потому на место прибыли спасатели и спецтехника. Людей подвозили к многоэтажкам на вездеходах. Вода продолжала разливаться по улицам. Фонтан не был остановлен даже спустя три часа после аварии. Возмущенные жители 117-го квартала оценивали последствия. Жаловались на затопленные подвалы и гаражи. Автомобилисты спасали железных коней, выгребая воду из салонов. Ближе к сумеркам мороз стал крепчать и двор сковала льдом. Вот моя машина, она у меня утонула. Завести ее не смог, чтобы угнать отсюда. А когда уже собирался выгонять, мне ребят сказали, смысла нет, приехали здесь с ЖКХ или откуда они. Они говорят, если ты ее туда вытащишь, она вообще у тебя утонет. Завести ее не смог. Короче, машина утонула и теперь, я не знаю, с кого взыскивать. Она теперь не заводится, у меня там электрика задымилась. Ухудшение погоды на фоне наводнения не на шутку испугало горожан. И хотя спасатели пообещали, что будут курсировать на спецтехнике до тех пор, пока дороги не приведут в порядок, люди продолжали нагнетать ситуацию, предупреждая работодателей и учителей о возможных опозданиях или вовсе неявке. Мне вот повезло, я успела ребенка со школы забрать. Пока я его забирала, у нас была одна улица затопленная. Пока я забрала, смотрю, уже вторая, но мы домой попали. Впоследствии затоплено две улицы, мы отрезаны полностью от города. С помощью МЧС мне повезло, я попаду на работу. А так бы сидела дома. В районе восьми часов вечера в 117-м квартале развернулась целая операция по спасению человека. Вода затопила рядом стоящее сооружение. Его охранники не смогли самостоятельно выбраться из зоны бедствия. Сотрудникам МЧС пришлось пригнать лодку. Продрогших от холода женщину и собаку доставили на сушу. Сегодня в районе аварии сотрудники ОГЖД ПСТ продолжают откачивать воду из подвалов. Камазы отсыпают щебнем заледенелые дороги. На месте аварии производятся ремонтные работы. Труба диаметром 1400 мм, где произошел порыв, повлекший серьезные для города последствия, принадлежит АО «Арселор Митал Тимиртау» и обеспечивает водой ТЭЦ ПВС. Территория, где проложен водовод, принадлежит комбинату и входит в защитную зону. И поэтому здесь строительство каких-либо сооружений, не имеющих отношения к предприятию, должно быть запрещено. Однако постройки на затопленной территории все же имеются. Это, по сообщению Пресс-службы градообразующего предприятия, стало проблемой при проведении полномасштабных ремонтных работ. Чтобы найти ответственных за происшествие лиц, необходимо выяснить, кто, когда и по каким причинам выдавал разрешение на строительство в зоне отчуждения металлургического комбината. Но поиски такой информации наверняка займут много времени. Екатерина Чеснокова, Владимир Пороховой, Новости Тимиртау. Субтитры создавал DimaTorzok